За круглым столом депутаты палаты представителей городского и областного совета, медики и, конечно, педагоги. На повестке дня проект редакции кодекса об образовании. Все участники сходятся во мнении. Перемены назрели. Например, 2020-й показал необходимость и актуальность дистанционного обучения. Как раз одно из нововведений закрепить на законодательном уровне такую форму работы. На сегодняшний день проект этого документа включает нормы, отвечающие реалиям сегодняшнего дня в системе образования. И не только. Является более гибким для того, чтобы учреждения образования могли своевременно в большей степени реагировать на изменяющуюся ситуацию, в том числе на рынке труда, демографическую ситуацию и так далее. Изменения касаются практически всех уровней образования. Большими полномочиями, планируется, будут наделены местные органы власти. В микрорайонах с массовой жилой застройкой могут изменяться нормы комплектования дошкольных групп. Особенно это важно для многодетных. То есть регулировать количество детей в большую или меньшую сторону. Также в планах расширить целевую подготовку. Это станет большим плюсом для малых населенных пунктов. Исключит проблему кадров. Ознакомившись с проектом кодекса, можно сказать, что кодекс детально доработан, изучен. И в нем отражены основные направления всей системы образования действующей. Переговоры прошли в стенах третьей гимназии. Каждый участник дискуссионной площадки мог не просто высказаться по определенному вопросу, но и внести свои предложения. Все инициативы далее будут рассмотрены в белорусском парламенте. Документу после всех обсуждений предстоит пройти два чтения и еще ряд необходимых процедур. И только после официального опубликования он вступит в силу. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.